С утра в Свято-Троицком храме станицы Новодонецкой отпевание провел митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор. Проститься с отцом губернатора Кубани пришли все, кто знал и уважал Николая Ткачева. Как простые станичники, трудившиеся с ним бок о бок, так и министры и руководители краевых предприятий и ведомств. Когда строился агрокомплекс, все было, все такие громадные проекты, значимые, все под его личным контролем было. Он все курировал буквально, изначально все-все моменты, брал самое тяжелое, брал на себя, несмотря на определенный возраст. Конечно, знаете, страшно было даже думать, что когда-то его не стали. У него действительно во главе угла стоял человек, и всегда была речь, именно любое производство, любое что-то начинали мы, все начиналось через это, через именно конкретного человека, как помочь, какие решить. Да мы все к нему, как трудно было, все бежали, в том числе и я. Чувства жизни нет без чувства смерти. Мы уйдем не как в песок вода. Но живые те, что мертвых сменят, не заменят мертвых никогда. Знаете, Николай Иванович очень много успел сделать в жизни для людей, для Усилковского района, для края, для России. Царство небесное ему, вечная память ему. Для всех, кто знал Николая Ивановича, он навсегда останется в памяти близким, простым, великодушным и невероятно сильным человеком. Человеком, который любил жизнь, любил труд, любил ближнего и родную землю. Который жил по совести и никогда не подводил. Настоящим человеком и настоящим казаком. Николая Ивановича, фронтовика, имеющего многочисленные боевые награды, хоронили с воинскими почестями под залпы орудий. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.